Дело вкуса Мы есть то, что мы едим И сегодня многие эксперты приходят к выводу о том, что именно правильное питание является залогом здоровья, красоты и долголетия О том, как сделать любимые блюда полезнее, а полезные еще вкуснее, расскажем в программе Дело вкуса Сегодня в программе Сергей Мирошниченко, повар-кафе «Цезарь» приготовит пасту с тигровыми креветками и спаржей Врач-диетолог Елена Петрова расскажет о полезных свойствах этого блюда Для дегустации мы пригласили начальника управления по физической культуре и спорту Григория Рыбака Сергей, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что сегодня вы приготовите в рамках нашего телепроекта? В рамках телепроекта мы сегодня приготовим пасту с тигровыми креветками и зеленой спаржей Паста в переводе с итальянского означает «тесто». В нашей стране принято называть этот продукт «макароны». А чем отличаются макароны от пасты? Ну, макароны используются как гарнир, а паста в комбинации с соусами используется как самостоятельное блюдо А какой соус лучше всего сочетается с теми продуктами, которые будут присутствовать в сегодняшнем блюде? Ну, соуса к пасте можно приготовить различные, но сегодня я покажу вам один, который мы очень часто используем у себя в кафе Я знаю, спаржу необходимо правильно отваривать. Расскажите, как это сделать, чтобы она не потеряла своих питательных свойств? Спаржу отваривают в небольшом количестве подсоленной воды буквально несколько минут В этом блюде также присутствуют тигровые креветки. Расскажите, как их правильно готовить? Тигровые креветки являются морепродуктом, поэтому они очень быстро готовятся, имеют замечательный вкус, дают блюду прекрасное послевкусие Единственное, что мы должны будем их сегодня почистить, я вам покажу, как это правильно сделать Ну что ж, я предлагаю приступить к приготовлению Первым делом мы сейчас поставим нашу пасту варить Варить мы ее будем в кипящей подсоленной воде, так как написано в инструкции до состояния альдента 6 минут Но так как мы пасту не будем протушивать в соусе долго, мы еще добавим несколько минут Займемся подготовкой наших тигровых креветок Креветки могут быть любого размера Мы снимем с них панцирь И удалим пищевод Размер креветок Будет влиять на Быстроту приготовления нашего соуса Чем крупнее креветка, соответственно Тем дольше мы будем ее обжаривать Сейчас мы осторожно подрежем И с помощью ножа удалим пищевод С помощью салфетки мы аккуратненько его удалим Сейчас мы подготовим нашу спаржу Спаржу можно будет нарезать импровизированными кусочками Спаржа настоящая находка для тех, кто считает калории и борется с лишними килограммами Во всех видах спаржи содержится минимальное количество калорий Всего 22 на 100 граммов продукта Именно поэтому ее часто включают во многие диеты Спаржа также делает кожу чище и здоровее Убирает отеки, выводя из организма лишнюю жидкость Еще больше о полезных свойствах спаржи и в целом о приготовленном блюде Расскажет врач-диетолог Елена Петрова Паста с креветками и в сочетании с спаржей И звучит вкусно, и на вкус очень вкусно Но давайте поговорим, так ли это полезно для организма В целом, как блюдо, средняя калорийность ее где-то порядка 429 килокалорий Но может она быть различной в зависимости от заправки, чем мы заправим данное блюдо И в зависимости от приготовления Калорийность пасты составляет порядка 344 килокалорий на 100 грамм продукта Не от всех макаронных изделий можно прибавить в весе Если они состоят из пшеницы твердых сортов То, соответственно, мы берем такие макароны От них поправиться достаточно сложно, если соблюдать умеренность употребления Еще одна составляющая данного блюда – это креветки Креветки можно отнести к диетическим продуктам Так как калорийность порядка в сыром виде 87 килокалорий Дальше в зависимости от способа приготовления Или жарим, или отвариваем В среднем до 97 килокалорий будет составлять на 100 грамм продукта Спаржа, не зря ее называют царицей овощей Содержит большое количество и микроэлементов, и макроэлементов Очень обладает свойствами афродизиака Хорошо влияет на мочеполовую систему Спаржа в основном состоит на 90% из воды Практически не содержит жира Содержит немножко углеводов В связи с этим калорийность спаржи около 20 килокалорий Существует несколько видов спаржи Белая считается самой распространенной Белый цвет обусловлен тем, что растения прячут от солнечных лучей Белая спаржа практически безвкусная Однако любители считают, что она обладает едва уловимым ореховым привкусом Самое популярное блюдо в наши дни – маринованная белая спаржа Раньше деликатесом считалось именно белая спаржа, а зеленую ели редко Но сегодня ситуация изменилась Зеленую называют самой вкусной Она обладает приятным травянистым вкусом и аппетитно хрустит Ее подают в качестве гарниров, готовят из нее салаты Лиловая или фиолетовая спаржа была выведена искусственным путем Французы придумали, как придать продукту необычный цвет Минимальное время ее держат под солнцем, при этом не давая возможности позеленеть Этот сорт считается самым редким, а вкус его довольно необычен Чуть горьковат, при тепловой обработке эта спаржа зеленее Нам понадобится для приготовления соуса чеснок Нам понадобится его совсем немного, чтобы подчеркнуть вкус соуса А также нам понадобится зелень петрушки и базилика Если базилика нету, можно также использовать базиликовую пасту Основные ингредиенты мы подготовили Теперь мы можем пройти на кухню и приготовить соус Наша паста уже сварилась Сейчас мы ее откинем на дуршлаг и займемся нашим соусом Для приготовления соуса нам понадобятся креветки и оливковое масло Сейчас мы добавим в наше раскаленное масло спаржу и креветки Сейчас на сильном огне мы ее обжарим буквально несколько минут с каждой стороны Вот наши креветки уже начали колероваться Сейчас для придания более пикантного сильного аромата Мы добавим сюда сливочное масло и немножко чеснока Сливочное масло очень хорошо сочетается с морепродуктами Так как соус у нас сливочный, никакому вкусовому букету это не помешает Чеснок мы не выжаривали на оливковом масле, как в классической рецептуре А добавили в конце Вот в этом заключается наш такой нюанс, поэтому чеснок мы нарубили очень мелко Сейчас мы добавляем нашу пасту И добавим сливок Сливки у нас загустели, выпарились, креветки у нас дошли до полной готовности Спаржа сохранила свой цвет Наша паста готова, можно подавать Григорий Григорьевич, здравствуйте, рада приветствовать вас в нашем телепроекте Сегодня для нас приготовили пасту с креветками и спаржей Скажите, как вы относитесь к этим продуктам? Знаете, я очень люблю спаржу и креветки Ну, макароны как-то не очень, мычные изделия, но тем не менее пахнет достаточно вкусно А может ли так случиться, что попробовав сегодня пасту, вы поменяете отношение в целом к макаронным изделиям? Знаете, говорят, что каждый человек воспринимает мир по-своему Ну, кто-то больше глазами, кто-то ушами Вот для меня играет большую роль запах Ну, судя по сегодняшнему ощущению, мне кажется, что это мне понравится Ну что ж, предлагаю продегустировать, чтобы потом поделиться впечатлениями Ну что скажете, как вам блюдо? Очень вкусно Мне понравилось, я даже, признаться, сам не ожидал Что можно так вкусно приготовить мощные изделия В блюде присутствуют креветки и спаржа Кроме гурманов, их употребляют люди, которые придерживаются правильного питания и здорового образа жизни А что для вас эти понятия? Знаете, я к этому отношусь без фанатизма Но вот делаю все просто Человеку, я считаю, что нужно есть все Ну, что-то в больших количествах, что-то в меньших количествах А самое главное, есть натуральные продукты То есть это овощи, фрукты натуральные Если мясо, то это натуральное мясо Ну, конечно, можно себя и побаловать приготовленными продуктами Сосисками, колбасой Ну, это уже в более меньшем количестве Губкинский называют спортивным городом Скажите, на сегодняшний день, какие виды спорта развиваются И какие есть достижения за последнее время? Знаете, в Губкинском на сегодня развивается более 25 видов спорта И появляются новые виды, которые находились как бы в тени Сейчас активнее развиваются И говорить о том, что мы отдаем предпочтение Ну, есть, потому что люди, одни любят больше, другие меньше И достижений у нас в этом году много Ну, вот самое наше главное достижение Мы считаем о том, что две наши девушки Динара Факритинова и Луиза Емелью Вошли кандидатами в состав Олимпийской сборной Для участия в Олимпиаде в 2020 году Это очень здорово Завершается Олимпиада в южнокорейском городе Пхёнчхане Скажите, за кого вы болеете? И смотрите ли вы вообще эти состязания? Конечно, мы смотрим Потому что смотреть в спортивные состязания Олимпийские игры – это очень интересно Ну, а болеем же, конечно, за своих И радуемся каждой медали, каждому успеху наших спортсменов И хотим им пожелать, чтобы ещё в оставшееся время Какие-то успешные выступления всё же состоялись А есть вот на Олимпийских играх какой-то любимый вид спорта Который вы ни за что не пропустите, ни при каких обстоятельствах? Конечно же, это биатлон Я думаю, что в наших северных регионах все любят биатлон И мы с удовольствием смотрим, наблюдаем, болеем Ну и, конечно, очень жаль, что наша любимая спортсменов Всё-таки не выступает на этих Олимпийских играх Много лет в городе у нас проводится спартакиада руководителей Вы являетесь активным её участником Расскажите, пожалуйста, какие дисциплины предпочитаете В каких участвуете и в каких удается побеждать чаще? Хотя по своей спортивной специальности велосипедист Но, тем не менее, очень люблю настольный теннис Всегда участвую в спартакиаде руководителей в настольном теннисе Принимал участие и в плавании Вот призовые места у нас были именно в настольном теннисе Григорий Григорьевич, благодарю Вас за участие в нашей программе Желаю Вам всегда быть в отличной форме Спасибо За приготовление сегодняшнего блюда Мы благодарим шеф-повара кафе «Цезарь» Сергея Мирошниченко А я хочу напомнить, что ваше меню в Ваших руках Всё решает дело вкуса Не заставляйте себя есть здоровую пищу Научитесь наслаждаться ею А мы расскажем, как это сделать Смотрите нас на телеканале «Вектор» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова